всем привет с вами кекс и сегодня я хочу вам рассказать о том как сделать дома бастурму близятся праздники и этот рецепт будет очень кстати потому что очень вкусно смотрится очень дорого потому что бастурма магазинах вы нынче знаете сколько стоит я взяла вот такой небольшой кусочек мяса чтобы вам показать потому что сама вот уже второй раз замариновала к новому году здесь у меня кусочек на 700 с мелочью грамм где-то там 730 что-то такое у меня было это у меня говядина не советую прям брать молодую телятину потому что вы не добьетесь ни вкуса никакого просто будет у вас кусок травы так сказать вот поэтому лучше взять именно говядину чтобы она была такой довольно темненькая у меня здесь как кусочек такой вырезки прожилки все идут в одну сторону он красивый ровненький вот выбирайте такой как вам нравится но мне удобнее было чтобы он был потоньше чтобы высох побыстрее потому что у меня будет сохнуть он в холодильнике холодильник у меня не ноу-фрост поэтому как бы сохнуть будет чуть чуть дольше вот ну в общем все по порядку смотрите мне нужно этот кусок хорошо засыпать солью и оставить просаливаться он у нас будет не просто просаливаться а выделять жидкость из мяса жидкость у нас какая-то в мясе грубо говоря там кровь и прочее там как бы не совсем она кровь сукровица и и тому подобное то что у нас есть именно в мясе засыпая солью во-первых мясо просолится во вторых эта жидкость начнет выходить мы засыпали солью раз и через сутки я вот достала и тут я вам сейчас покажу буду сливать эту жидкость с этой тарелочки в общем у меня это мяско простояла засоленным трое суток и я дважды вот так вот его пересолила то есть вы видите вон у меня внизу сколько в тарелочке осталось еще жидкости мяско становится плотнее тверже вот я сейчас вот просушу немножко полотенцем чтобы лишнюю влагу убрать и сейчас засолю свое мяско еще раз я же еще раз повторюсь у меня она просаливалась трое суток если у вас будет очень толстый кусок то вам нужно больше времени чтобы мясо хорошо просолилась вот поэтому чуть-чуть ориентируйтесь по мясу так как мы мясо будем потом еще вымачивать в воде чтобы она не была сильно соленым вот она у вас не будет пересоленным и точно так же как в первый раз я обильненько посыпаю солью это мясо вот и отправлю еще в она у меня до этого простояла сутки и отправлю еще практически на двое суток чуть чуть меньше там у меня получится вот ну практически трое суток она меня простояла собственно все можно отправлять обратно в холодильник обратно просаливаться я подготавливаю специи стандартный набор специй это сушеный чеснок паприка красный перец черный перец и нужен еще молотый лавровый листочек у меня его не оказалось я буду пытаться поломать обычные лавровый листочек поэтому поэтому вот так вот вот еще у меня жидкость отошла мяско стало еще поплотнее так теперь мне нужно вымочить наше мясо беру водичку обычную и туда отправляю свой кусочек мяска правильно считать и сколько дней у вас мясо вымачивалось в соли столько дней она должно промачиваться ой столько дней господи столько часов она должна вымачиваться у вас воде то есть То есть, если оно у меня вымачивалось трое суток в соли, то три часа в воде оно у меня должно постоять. Вот оно постояло у меня три часика водички, стало мягче, немножко набралось воды. Вот, в водичку ушло лишняя соль мяса, которая особенно с краю тут, а внутри мяска же не будет такое соленое, как с краю, поэтому крайняя соль быстрее ушла. Теперь мясо одинаково просолено везде. Теперь я просушиваю бумажным полотенцем свое мяско, чтобы лишнюю влагу убрать хотя бы снаружи, и мне нужно поставить его под пресс. Немножко придобить, это и вытеснит лишнюю влагу, которая есть еще в крайней, так сказать, плоти. Вот, и немножко форму придаст нашему мяску. На самом деле ничего там лишнего не поменяется, но под пресс поставить нужно. Под прессом оно у меня простояло буквально, может, с полчасика. Чем тяжелее пресс поставить, это мясо ему ничего не будет. Вот, постояло под прессом. Вот, вы видите, обратно стали влажными мои полотенца, значит, лишняя влага у меня ушла. Вот, теперь мне нужно уже будет заняться именно маринованием моей бастурмы. Чтобы она у нас была вкусная, можно еще добавить разные специи, другие. Можно использовать классические, вот эти. А я еще сюда добавлю немножечко соли, чисто для абразивности, чтобы хорошо растирались мои специи. Здесь буквально щепотка. Вот, и так как я сказала, у меня не было молотого лаврового листа, я попытаюсь поломать мелко-мелко. Если у вас есть кофемолка, не вопрос, измельчите в кофемолке. Вот, лаврушечку. Она придаст особый привкус нашему мясу. Вот, на второй раз я уже сейчас замариновала второй раз к Новому году свою бастурму. Поэтому на второй раз я уже приобрела молотую лаврушку и добавила ее так. Так, здесь у меня универсальные специи, муж покупал где-то в командировке. Я просто щепотку добавлю. И это у меня базилик красный, тоже добавлю щепотку. Абсолютно этого можно не делать. На самом деле я просто решила добавить немножечко других специй. Совершенно не имеет значения, какие специи у вас будут. Здесь самые важные именно вот эти четыре специи, которые играют роль. Это паприка, сушеный чеснок, черный перец, красный перец. Вот, ну, и лаврушка пятая ее желательно, но можно и даже без нее сделать, в принципе. Теперь, чтобы мяско у нас хорошо покрылось, нужно добавить водички в наши специи и сделать такую кашеобразную текстуру, чтобы, так сказать, намазать это все добро на мяско. Нам нужно, чтобы получилась консистенция густой сметаны. Ну, в общем, смотрите. Я потихонечку добавляю водичку, перемешиваю, чтобы лишнее не переборщить, потому что будет плыть. И намазываться не будет, и потом все впитается у нас, потому что мы в конце будем заматывать в марлечку наше мяско. И оно у нас все впитается в марлю, если мы сделаем сильно жидко. Вот, вы видите, оно намазывается, такое растирается хорошо, держит форму. Как бы, очень будет удобно с ним работать, вы дальше увидите. У меня этот кусочек бастурмы ушел за два дня, наверное. Мы его только, я успела его разрезать в середине, чтобы сфотографировать, показать, какой он получится. И у меня в первый же вечер раз полкусочка ушло, и на следующий вечер муж съел остальное полкусочка. То есть, на самом деле, вышло очень вкусно, ему очень понравилось. Особенно оценят мужчины, кому к пиву, тоненько отрезайте. Вот, и такими прям прозрачными, как бумага, ломтиками. Режется очень, очень тонко, за счет того, что она у вас будет сухая. Ну, как бы, не совершенно сухая, она будет приблизительно, как СК колбаса. То есть, ну, такая твердая, довольно. Вы видите, мои специи очень хорошенько намазываются равномерно на весь кусочек. Вот, полностью равномерно покрыли мой кусочек. Я выложила сразу половину специи, половину выложу на вторую сторону. Теперь мне понадобится марлечка. Я купила отрез марли. В нем удобнее будет сушить. Можно сушить вообще вот так, в открытую, но тогда немножко пересыхает корочка и внутри не досыхает, я бы так сказала. А с марлечкой не пересыхает так корочка и более равномерно просыхает пастурма. Вот. И остальные специи выкладываю уже сюда. Теперь останется только завернуть марлечку, продеть через мясо нитку и подвесить в холодильнике. У меня в холодильнике одна из полочек как решеткой, поэтому очень удобно было на нее подвесить. Если у вас стеклянная, то, конечно, только не получится. Но попробуйте как-то поставить что ли. Если у вас есть к чему подвесить в холодильнике, подвешивайте и оставляйте в покое минимум, если у вас кусочек такой, как у меня, минимум недельки на полторы. Если у вас холодильник ноуфрост, еще раз повторюсь, то у вас высохнет быстрее. У меня холодильник был не ноуфрост, поэтому этот кусочек у меня сох практически 3 недели. Две недели точно, и там, наверное, дня 4-5 еще мы выдержали. Потом муж сказал, срочно распечатывай, хочу пробовать. Вот, и оказалось уже очень вкусно. Там, где был кусочек чуть-чуть потолще, еще денек оно у меня полежало. Вот, то есть мы съели сразу пол куска там, где потоньше. Вот, смотрите, я замотала цыганскую иглу с такой капроновой ниткой толстой, чтобы не порвалось. И все. И вот так вот подвесить в холодильнике и ждать, пока эта вкусность высохнет до праздников. Вот. Еще раз покажу, какой кусок у меня получился. Вот он уже высохший, когда я его выняла. Специи не обсыпали, специи остались. Кусочек очень красивый. Желаю, чтобы у вас все так же получилось. И к Новому году, к праздникам, как раз есть время на то, чтобы приготовить такую очень вкусную вещь. Так что, пробуйте, дерзайте. А с вами был Кекс, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok